Здравствуйте, уважаемые шашисты! Недавно я записывал анализ партии между двумя белорусскими гроссмейстерами Владиславом Валюком и Игорем Михальченко. И в одном из вариантов закралась ошибка. Я сказал, что в этом варианте белые проигрывают, но на самом деле белые добиваются ничьей. На ошибку мне указал мой подписчик Николай Католик. Николай, спасибо за то, что указали на ошибку. И сегодня, друзья, мы с вами рассмотрим этот вариант и заодно возникающее окончание. Оно довольно-таки интересное, там надо уметь защищаться. Рассмотрим снова партию. Владислав Валюк, Игорь Михальченко. АБ4, БЦ5, БА5, СБ4, ЕД4, чёрные размениваются, ФЕ5, белые размениваются в центре ходом СД4, БА3, ДЦ5, белые размениваются назад, АЖ5, АБ2, ЖХ4, СД4, АБ6, БЦ3, АЖ7, ЖФ4, СД6, белые размениваются, ФЖ3. Чёрные играют ЖФ6, белые АЖ3, ДЦ7, ЕР4, БА5. И вот здесь я сказал, что к ничей ведёт лишь ход ФЖ5. На самом деле, к ничей вёл даже ход ФЕ5. Вот сегодня мы его рассмотрим. Белые размениваются, чёрные играют СД6, белые играют, допустим, ДЕ3. Ну и после этого хода, возможно, два варианта. Если чёрные играют ДЕ5, тогда белые играют ДЦ5. И на ход, допустим, ЕФ4, белые играют ЕД2, жертвуют шашку. Но за счёт того, что белые стоят в центре, они играют ЕФ4, и видите, у чёрных никаких преимуществ тут нет. Поэтому так играть, конечно, за чёрных не стоит. Мог возникнуть ещё один вариант. То есть здесь можно было сыграть по-другому чёрным. Допустим, СД6, ДЕ3. Вместо ДЕ5 они играют БА7. Белые играют ЕФ2, АБ6, ЖС6, ДЦ5, ФЖ3. Ну, эти ходы за белых единственные. Чёрные нападают, СБ4 на закрываться, СД2. И чёрные жертвуют шашку. Вот такой стандартный шаблонный размен. Чёрные пожертвовали шашку и пытаются прорваться в дамки. Естественно, белым нельзя дать чёрным пройти в дамки. Они отжертвуют обратно лишнюю шашку. Ну и здесь возможен следующий вариант. ЕД6, ЕД2, ДЦ5, ДЕ3, ФЕ5, ХЖ5. Ну и тут лучше всего сыграть СД6. Здесь белым надо отжертвовать. Позиция выглядит проигранной за белых. На самом деле они тут добиваются мячей. ДЕФ4 и ЖФ6. Чёрная игра от ЖФ2. Белая игра от ФЖ7. Ну и в этой позиции возможны два варианта. Если чёрная игра от ДЕ5, мы ставим дамку. Закрываться бессмысленно, потому что белая игра от АБ6. Чёрная, допустим, ставит дамку. Чёрная игра от БА7. Ну и, допустим, чёрная игра от ЖХ2. Белая даже ставит дамку. И непонятно, как выигрывать за чёрных. Тут, конечно же, везде ничья за чёрных. Если в этой позиции чёрные не играют, СД4 отходят, то мы за белых играем тогда на поле Ф6. Чёрные, допустим, ставят дамку. И мы уже жертвуем за белых ещё одну шашку. И нападаем. Но отходить надо, иначе белые выиграют шашку, проведут вторую шашку в дамке. Либо займут большую дорогу, и ничья будет. Надо отходить. Нападаем ещё раз. Снова надо отходить. Ну и белые проводят вторую шашку в дамке. При наличии большой дороги, конечно, эта позиция ничейная. Ну, чёрные могут в этой позиции сыграть более сильно. Они могут поставить дамку. То есть, обратите внимание, белые сейчас не могут ставить дамку, потому что тут же будут пойманы. Чёрные ставят так называемый шлагбаум. То есть, белым мешает своя же шашка на поле C3 и ловят в этот шлагбаум дамку белых и выигрывают. Поэтому, естественно, белым нельзя ставить дамку. Сперва надо пожертвовать шашку. Что они и делают. И затем ставят дамку. Ну и чёрным лучше всего в этой позиции расставить шашки следующим образом. Эта позиция ничейная, но тут есть ловушки. Ну, допустим, играем сюда. Ну, белые просто бегают туда-сюда по большой дороге. Вот если бы у чёрных шашка была на поле B8, то эта позиция выиграна за чёрных. Но вот за счёт того, что шашка чёрных ушла выше поля B8. Ну и, соответственно, если бы шашка чёрных, допустим, здесь была. То есть, на поле C5 и на поле B8 это тоже ничья. То есть, вот это единственное положение чёрных шашек, при котором чёрные побеждают. В остальных случаях тут достигается ничья. Ну, как, допустим, в этой позиции выиграть? В этой позиции чёрные легко выигрывают. То есть, что для этого надо сделать? Допустим, занимаем поле G1. Чёрные грозят поймать белых в петлю. Поэтому надо отходить. Ну, допустим, ушли сюда. Теперь мы выигрываем темп. То есть, играем на поле E3. Соответственно, на эти поля уже нельзя ставить. Из-за того, что дамка ловится на это поле, нельзя ставить дамку белых. Потому что чёрные пожертвуют шашку, займут большую дорогу и затем проводят все две шашки, оставшиеся в дамке и легко выигрывают с помощью боевой позиции. То есть, остаётся единственный ход сюда, но сюда нельзя из-за такого хода. То есть, лёгкий выигрыш. А вот в этой позиции выигрыша уже нет. То есть, лучше всего чёрным построить шашки следующим образом. Построить вот такую позицию. И в этой позиции, допустим, чёрные играют Fe7. И у белых единственный ход на ничью. Ну, естественно, сюда нельзя играть, потому что строим петлю, то есть, грозим и на любой ход. То есть, сюда пойдут, ловим. Если сюда, отдали шашку. Снова в петлю загнали. Лёгкий выигрыш. То есть, куда остаётся? Сюда нельзя, потому что отдаём шашку. Вернее, сюда как раз и надо играть. Вот это единственный ход на ничью. Сюда нельзя играть, потому что ходим сюда, снова грозим. Поймать дамку. То есть, на любой ход, допустим, по большой дороге отдали. Выиграли. Сюда нельзя играть. В этой позиции. Потому что чёрные занимают большую дорогу. И на ход белой шашки выигрывают вот таким образом. То есть, лёгкий выигрыш у чёрных. Поэтому в этой позиции после хода Fe7 белым надо играть только на поле C3. Теперь чёрные жертвуют шашку и занимают большую дорогу. Вроде бы кажется, выигранная позиция за чёрных. Но на самом деле, точными ходами белые достигают всё-таки ничьей. Нападаем с поля D8 на шашку E7. Но, естественно, закрываться нельзя. Из-за хода G7 надо отходить. И играем точный ход на поле G5. То есть, что происходит. Если чёрные ходят дамкой, то мы нападаем на шашку. То есть, чёрные должны закрыться. Затем мы отходим. Ну и на ход чёрной шашки, АБ2, отдаём шашку и достигаем ничьей. Если чёрные ходят сюда, то мы нападаем на шашку. Надо отходить, ставить дамку. Ну и снова нападаем на шашку D6. Тоже лёгкая ничья. Если чёрные ходят с шашкой, то мы нападаем. Надо отходить. Снова нападаем. Надо закрываться. Отходим. Ну и единственный ход остаётся. И снова ничья достигается. То есть, вот такая ничья. Кстати, в этой позиции ещё, если, допустим, в этой позиции ход чёрных, тогда они играют F7. А, допустим, если ход белых, тогда чёрным надо выиграть темп. То есть, допустим, белые играют на поле А1. Ну, как видите, сюда нельзя играть, потому что чёрные отдадут шашку, займут большую дорогу, но и опять они выигрывают. То есть, в этой позиции уже выигрыш. То есть, не проходит такой ход. Мы просто играем АБ2. После нападения отходим. Ставим дамку. Ещё, допустим, напали, ещё раз отошли. Эта позиция уже выигранная. То есть, в этой позиции такая защита не проходит. То есть, сюда уже нельзя играть. Сюда, соответственно, тоже нельзя играть. Чёрные просто отдадут шашку, займут большую дорогу. И проводят затем шашку А3, а затем шашку Ф8. Возникает окончание, так называемая, проводка шашки С1. Кто не знает, ссылочку выложу в верхнем левом углу, как тут побеждать. То есть, остаётся, по сути, единственный ход. Ну, АБ2 и, допустим, АЖ7. Но если АЖ7, тогда снова играем уже ФЕ7. Ну и, допустим, остаётся за белых только ход на поле С3. То есть, если играют чёрные белые на А1, тогда надо выиграть темп. Как это сделать? В этой позиции темп выигрывается следующим образом. То есть, у белых для защиты есть только три поля. Это А1, Ж7 и АЖ8. Но поле Ж7 белые не могут занимать, если чёрная дамка занимает поле Ф4. Вот, поразмыслив над этими вариантами, чёрные играют следующим образом. Играем, допустим, на поле АЖ2. Теперь остаётся два поля, только Ж7 и АЖ8. Ну, сюда нельзя. Мы выигрываем. Сюда тоже нельзя. Эти варианты мы уже рассмотрели. Ну, допустим, пошли на АЖ8. Тогда чёрные играют уже на поле Ф4. То есть, такого хода уже нет из-за ФЖ5. Остаётся на А1, и мы выиграли темп. То есть, уже либо сюда белые, либо сюда ходят. Мы уже сыграем ФЕ7. То есть, а если в этой позиции, допустим, пошли на поле АЖ2, белые, допустим, ушли на поле Ж7. Мы играем АБ6. Теперь у белых остаётся два хода. Если играют, допустим, на А1, мы играем на Ф4. Ну, и снова возникают эти варианты уже рассмотренные. А если чёрные, белые играют на поле АЖ8, тогда мы играем на поле Ф4. То есть, сюда уже нельзя. Остаётся играть только сюда. Мы занимаем поле Б8. Ну, и снова создаётся эта позиция. Допустим, сюда мы играем сюда. И белым надо точно играть именно на поле Ф6. Есть ещё одна позиция. Вот такая, когда чёрные атакуют. Шашка чёрных ушла выше ещё. То есть, по отношению к большой дороге. В этой позиции у белых тоже единственный ход. То есть, после хода ФЕ7 надо играть только на поле Д4. Остальные ходы проигрывают. То есть, если играем сюда, тогда уже чёрные играют сюда. Грозят поймать белых. То есть, на любой ход отдают шашку. Ещё две. Ну, и легко выигрывают. То есть, так играть нельзя. Как остаётся играть? То есть, надо играть только на поле Д4. Теперь чёрные играют ЕД6. И у белых снова единственный ход. То есть, сюда играть уже нельзя. Почему? Снова отдаём шашку. Ещё две. И чёрные побеждают. То есть, в этой позиции надо играть только на поле А7. Ну, и теперь, как бы чёрные не играли, у белых везде есть ничья. Вот наиболее логичный вариант. Допустим, БЦ3. Ну, или АБ2. Без разницы. Нет, на АБ2 тут, в принципе, даже можно в грудки зайти. И уже будет ничья. То есть, на любой ход, допустим, поставили дамку. Побили в эту сторону именно. Надо отходить. Ну, и белые проводят вторую дамку. То есть, получается, в этой позиции лучше пойти всё-таки БЦ3. Теперь белые играют АЖ7. Чёрные играют, допустим, АБ2. Белые ставят дамку на Ф8. Ну, надо отходить. И белые заходят в люки. Грызят выиграть шашку. Сделать ничью. Надо снова отходить. Ну, и белые уже тут делают ничью. Вот таким образом. Ну, ещё, возможно, другая позиция немножко... То есть, вот такая ещё позиция возможна. Вот если в этой позиции, допустим, в этой позиции, чёрные играют ФЕ7, тогда надо играть только на поле Е5. То есть, если сюда играют, допустим, белые... Ну, самый простейший вариант. Если сюда, мы отдаём шашку. Отдаём ещё одну. Отдаём, допустим, на Б8. Сюда нельзя. Потому что шашка гибнет. Надо отходить сюда. Ну, и тут возникает так называемое распутье. То есть, чёрные играют на поле С5. Надо играть сюда. И нападают чёрные на шашку белых. И куда бы ни пошли, так называемое распутье. Направо пойдёшь, налево пойдёшь. Как говорится, без разницы. Всё равно голову потеряешь. Если сюда, то сюда играем. Если сюда, то дамка тут же ловится. Чёрные побеждают. Какие ещё варианты мы не рассмотрели? Если, допустим, белые играют... Ну, допустим, на поле H8. Мы играем тогда ЕД6. Ну, надо уже играть HG7. Тогда чёрные ставят дамку на большую дорогу. Ну, и легко побеждают после этого. Если же белые не играют HG7. Допустим, играют на поле F6. Тогда играем ДЦ5. То есть, грозим снова поймать дамку. Надо уходить с большой дороги белым. Мы играем АБ2. Белые также пытаются провести дамку. Ставим ещё одну дамку. Ну, и куда бы белые не пошли, здесь чёрные легко побеждают. То есть, если сюда, играем так. И благодаря тому, что чёрные владеют большой дорогой, у них три боевые единицы, все они проходят дамки. Затем строим треугольник Петрова. Если же белые ставят дамку сюда, ну, просто так же она ловится, легко побеждаем. Ну, последний вариант, который мы не рассмотрели. То есть, в этой позиции единственная ничья сюда. И на это надо снова играть сюда. То есть, уже потом сводится... Ой, прошу прощения, в этой позиции. То есть, надо играть сюда, и после этого играть сюда уже. Ну, и сводится к рассмотренной нами позиции. А если же белые играют вот в этой позиции на поле G7 дамкой, тогда мы играем сюда. Надо играть на H8. Чёрные играют сюда. Белые играют HG7. АB2. Белые ставят дамку. Чёрные также ставят дамку на большую дорогу. Ну, и лучший вариант тут за белых сыграть с АB2. Но всё равно побеждает чёрные. Отдаём шашку. Белые бьют. Чёрные бьют. Ну, и белые попадают в петлю. И чёрные вот так красиво побеждают. Данные окончания были в своё время разобраны такими известными шашистами Саргиным и Поповым. Спасибо ещё раз подписчику Николаю Католику за то, что подсказал ошибку в одном из вариантов. То есть, я указал, что после F5 белые проигрывают. На самом деле, вот достигается такая ничья. Показал вам все возможные варианты, где чёрные атакуют всё-таки, но белые достигают ничьей во всех вариантах. Если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Задавайте вопросы, если вам что-либо непонятно. Я, как говорится, показал все варианты, но, возможно, где-то что-то вы не до конца поняли. Пожалуйста, задавайте вопросы, отвечу на все вопросы. До свидания.